На стороне квадрата внутрь построили равносторонний треугольник. Найдите показанный на рисунке угол. К квадрату есть равносторонний треугольник, просят найти вот такой угол. СЕД. Где поспали АВСД квадрат, а треугольник АВЕ правильный. То есть у него все стороны равны и все углы тоже равны. Требует найти величину этого угла СЕД. ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ. А они равносторонние называются? Да. Смотри, какая история. Когда треугольник, то треугольник – жесткая фигура. И поэтому достаточно сказать, что у него все стороны равны, чтобы это было правильно. Если вы берете, например, уже четырехугольник, то недостаточно сказать, что все стороны равны. Надо сказать, что все стороны равны и все углы тоже равны. Ну и вообще для любого большего, чем три количества треугольника, важно не только, что все стороны равны, но и что все углы. Это называется правильный многоугольник. Правильный треугольник. Называется Реугольник. А ничего больше неизвестного только, что у вас есть правильно? Правильный треугольник нарисовали в квадратной стороне. Вообще-то больше вам ничего не надо. Фактически такая картинка единственная. Разве нет? Ну с точностью до размера. Стороны равны и равны сторонам квадрата. Эти углы равны 60. Полностью углы равны 90. Значит, эти углы равны 30. Эти углы равны. Эти углы равны 150, потому что сумма треугольника 180. Значит, это 75, то есть 75. Этот угол у нас 60, потому что правильный треугольник. 75, то есть 250, то есть 210. И тут у нас остается 150. Всего 260. Смотрите, тут идея такая, что треугольник ДАЕ является равноведренным. Правильно? Да. Мы знаем угол при вершине – это 30. И значит угол ДЕА – это 75. Правильно? Мы провели на этой картинке диагональ квадрат. У них вот какая-то точка. Здесь обозначена точка К. Просят найти углы треугольника СЕК. А именно угол СЕК вы уже нашли. Это 75. Вот было бы хорошо, если бы вы нашли угол ЕСК. Ну и соответственно угол ЕК. Ну, спрашивают, равноведренный он или нет. Вообще-то проблем никаких не будет, если вы узнаете углы. Объясняю почему. Если вдруг среди этих углов окажутся какие-то два одинаковых, то это и будет означать, что треугольник равноведренный. Поэтому, если вы найдете величины всех его углов, то тем самым вы решите задачу. Правда? Давайте. Стоят в коридоре, радуются, веселятся. Нет, в этом нет ничего плохого. Я имею право радоваться. Не думайте. Если бы они плакали, было бы сильно хуже. Все слышали рассказ о двух пивокупницах Мехмата. Много лет назад я тогда уже был аспирантом. А это означает, что, собственно, на то ли шестой, то ли седьмой год уже на Мехмате был. Тогда Мехмат был только в высотном здании. То, что называется главное здание МГУ. А там Мехмат с двенадцатого в шестнадцатый этаж. Соответственно, есть специальные лифты, которые, собственно, есть на этих этажах с одиннадцатого в шестнадцатый. Вот. И это Мехматские такие лифты. Там всегда, собственно, кроме Мехмата, никого нет. Да? Потому что больше, особенно, кому-то не надо ездить. Вот. Но, естественно, что эти лифты, они большие и очень часто полностью набиты. Потому что, ну, особенно, когда закончилась очередная пара, то всем надо быстро-быстро спуститься вниз и подняться вверх. В следующем. Вот. Замечание. И начало учебного года. Толпа входит в лифт. Две абсолютно и довольны собой девушки. Абсолютно счастливые. Повторю. Самое начало учебного года. Лифты делятся впечатлениями, что одна успела увидеть, что другая успела увидеть. Понятно, да? Да. Моя то, а вот слышала то. Замечательно. Все остальные стоят спокойно, молча. Потому что все остальные, ну, уже явно не первокурсники. И, в общем, большую часть того, что они говорят, знают. Да. Лифт едет довольно долго. С первого этажа до шестнадцатого. Потому что, например, когда много народу, то обязательно будет кому-то на каждом этаже выйти. И поэтому делают, соответственно, остановки там до двенадцатого, двенадцатого. Это все достаточно долго. И вот. И в какой-то момент эти красавицы, они достаточно высокие, начинают обсуждать. А ты слышала, какой декан-то у нас? А в те времена деканом был Олег Борисович Лупанов. Он был ростом чрезвычайно небольшим. Ну, то есть, что называется, как Путин. Может быть, даже чуть ниже. Но, в общем, низкий был человек. Между прочим, ничего особенного плохого-то он не делал. То есть, его, в общем, Мехмат злом не вспоминает. Не выдающийся. То есть, у нас были абсолютно выдающиеся деканы. Ну, и не злобный. Просто декан-декан. Так вот. Представьте себе. Где этот самый Олег Борисович стоит. Они не знают. Они еще ни разу не видели декана. И объясняют, как они, значит, этот самый не уважают низких мужчин. Что это вообще. Ну, что это такое. Это полчеловека. Это же вовсе не человек. И произносят еще более всякие такие извительные. Что там, что за гордышка. И так далее, и так далее, и так далее. При этом весь лифт понимает, что вообще-то декан вот здесь стоит. Две девицы стоят прямо в полуметре от них. И громко на весь лифт обсуждают его достоинства. Их не отчислили потом. А? Их отчислили. Мехпат. Это место было тупое. На самом деле, даже сейчас еще Мехпат не превратился в победе зла. И, конечно, их не отчислили. Нет, ну, может быть, и отчислили, но совсем не за это. Нет, нет, нет. В смысле, что это никак на их судьбу, конечно, не повлияло. Еще раз. У Лукванова, конечно, были разные недостатки и так далее. Но, что называется, на это он абсолютно не способен. Ну, мало ли там какая девушка что сказала, знаете. Вот. Но, конечно, это была такая мрачная обстановка в лифте, когда все на них смотрели. А они все не понимают. То есть, они обнаружили, что все на них смотрят, но думали, что это из-за их красоты. Вот. Нет, ну, действительно молодые, симпатичные девушки, веселые, радостно скрывали. Вот. А то, что все искренне считают их абсолютно вигурами, это, ну, в голову, я думаю, так и не пришло. Ну, знаете, можно через какое-то большое время, когда они вдруг увидели, может быть, кто-то из них и вспомнил, что, черт возьми, тогда мы в лифте ехали, а вон там стоял какой-то... Это с него все он и был. Это, между прочим, правда. Огромное отличие, что это правильных мест от неправильных. То, что вот если, там, у факультета, ну, или вообще у любой организации есть какая-то настоящая жизнь, то тогда можно, там, про начальник что-нибудь такое сказать, из-за этого тебе ничего не будут, да, что... Это они-то директор отзывали? Э-э, вот эти... У университета есть понятие ректор. Директор университета нет. Просто оно долго так называется. Ректор, но у Московского университета совершенно сумасшедшее количество корпусов и факультетов. Он очень большой, в том числе там есть даже факультет фундаментальной медицины. Очень давно его не было, но и огромное количество факультетов в самых странах, даже факультет философии. Есть менее странные социологии, что журналистики? Угол ЕЦК равняется 30 градусов, да. АЦК Е 75. Отлично, хотите объяснять. Так как этот угол 90 градусов. Угол квадрата 90 градусов, да. Соответственно, так как мы делим его по бисквитрихе, вот этот угол равен 90 делить на 45. 99 на 2. Это 45. Да. Этот угол 15 градусов. Потому что угол 150 градусов, 180 минус… Минус 150 это 30. И 30 делить на 2 – это 15. Да. 45 минус 15 – это 3. Отлично. Ну, если вы знаете один угол 30, другой 75, значит третий будет тоже 75. Да. Отлично. А что вы хотели проще? В квадрате угол 90 градусов. Следующий угол 30 градусов. Затем мы знаем, что этот угол равен 45 градусам. Ну, потому что это 45. 45 плюс 30 – это 75. 180 минус 75 – это получается здесь угол 105 градусов. 180 минус 75 – это здесь 75. Получается вместе 150. Я не понял, почему ваше решение проще. Так что сложнее. По-моему, оно… 75, 75… Еще раз. Ваше решение для вас проще, потому что оно ваше. Ну ладно. Ну, на самом деле, правда, полегче. Кто-нибудь… Можете еще быстрее висеть? Третий, какой-то последний. Это угол равен… Это угол равен… 75… 75… Это 30… 30 плюс 75 – это 5… 180… 15… 15… 15… Нормально. Быстро. Ну что, договорились? Да. В общем, три раза сказали одно и то же. Надеюсь, что с третьего раза еще… Хорошо. На двух сторонах квадрата построили равносторонний треугольник. Так, как показано на рисунке. Вот здесь построили равносторонний треугольник внутрь, а здесь построили равносторонний треугольник внутрь. Возникли три точки. Докажите, что на самом деле, если нарисовать это точно, но не криво, как я точно, то эти три точки будут лежать на одной прямой. Квадрат и два равносторонних треугольника. Нарисовали квадрат А, Д, Е, Ф и нарисовали два равносторонних треугольника. Один внутрь квадрат со стороной Д, Е, другой наружу со стороной Е, Ф. Возникли, естественно, вот эти точки А, В, С. Докажите, что они на самом деле лежат на одной прямой. Если нарисовать точно, то они просто окажутся на одной прямой. Докажите. Я начну с угла Ф, А, С. Здесь у нас 90 градусов, здесь 60, потому что это правильно треугольник. Здесь 150. Это у нас равен, значит тут 15, тут 15. Конечно. Теперь здесь. Здесь у нас 30. Да, спасибо. Там уже считали. Все поняли? Все поняли, что она сделала? Абсолютно разумно. Сказала, что просто есть две реальные задачи. Одна задача про угол Ф, А, С. Он получается из треугольника, в котором один угол 150, это угол Ф, 90, плюс 160. А другие два равного. Значит они по 15 градусов. И другая картинка, это угол Ф, А, В. Но это вообще-то мы считали, потому что мы же считали, что угол Д, А, В это 75. А, на п willing, а здесь Я вам еще подходил Ш, на схватке, И приготовила ш, у михайон, а также сложила штуку на hacia. А я вам все slippers Stellen клешь и на хампу. А что там?